Привет, друзья! Вы, наверное, уже соскучились без нас. И мы вас очень рады видеть. Мы тоже очень скучаем, ребята, без вас. С вами нам очень интересно. И мы еще очень любим рассказывать разные интересные страшилки для вас. А сегодня тоже будет у нас очень интересно. Мы просили мумию, чтобы она рассказала, откуда она появилась и кто у нее друзья. Мумия тоже очень страшная страшилка. Сейчас вы увидите. Но вы же знаете ее. Вы видели много фильмов с ней. Да, это точно. Мумию все боятся. Это очень страшная страшилка. Кстати, посмотрите, вон уже он подходит к нам. Да, вон он идет. И как еще быстро передвигаются. Привет, зомби. Здравствуй, скелетон. Рад вас видеть. И мы тебя очень рады видеть. Это меня радует. Вы же мои друзья. С вами мне всегда было интересно. Здравствуйте, ребята. О, мумия, ты очень вежливый. Сразу поздоровался с ребятами. Я знаю, ребята тебя любят. Очень они меня любят. Я знаю. Не все любят. Некоторые даже очень боятся тебя, мумия. А что меня боятся? Я ничего и не страшный. Я обыкновенный. Зомби, мы уже сказали ребятам, что ты сегодня что-то интересное им расскажешь. Да, и посмотри, видишь, как они внимательно все тебя слушают. Посмотри, как много народу на нас смотрит, мумия. Это все те, кто любит Потапа. Да, я знаю. У Потапа классный канал. Мне тоже он очень нравится, поэтому я тут. И сегодня я вам расскажу кое-что очень интересное из моей жизни и про моих друзей. Ну что, мы тогда пойдем, не будем тебе мешать. Да, точно, скелетон. Пошли. Можно кого-нибудь еще испугаем. Конечно, испугаем. Пошли. Ну ладно, пошли, зомби. Пойдем. Постоим там в коридоре, посмотрим, как ведет передача. Ну что, друзья, вы готовы услышать мою историю? Тогда готовьтесь. А начну я с самого простого. Многие из вас даже, наверное, не догадываются, кто же внутри, кто же управляет такой большой мумией, как я. Ну тогда смотрите внимательно. Опа. Вот так вот я открылся. Смотрите, что полет идет дальше. Опа. Ну что, всем привет. Вот я управляю вот этой мумией. Теперь вы меня все видите. И сейчас я выйду отсюда и начну свой рассказ. А будет этот рассказ очень интересный, друзья. Ну вот вы сейчас и видите всех моих друзей. Они пока все в упаковочке. Сейчас придет Потап и поможет нам всех вытащить и про всех все расскажет. Тут очень много интересного. А вон и Потап подходит. Сейчас он вам все покажет. Ну а я пока пойду залезу обратно в свою мумию. Там высоко и безопасно. Я буду отсюда за всем наблюдать. С моего командного пункта. Привет, друзья. Вы снова в гостях у Потапа. И сегодня у нас, как вы видите, посмотрите, очередной раз целая куча новых игровых наборов. Все это принесла мумия. Большое ей спасибо. Ну и, конечно же, Змейголовому главарю. Он самый старший. Пожалуйста, Потап, мне для тебя и твоих подписчиков ничего не жалко. Я готов целыми днями показывать и рассказывать про своих друзей для вас. Ну что, начинай. Ребята уж тебя заждались, Потапушка. И я хочу услышать все из твоих уст, потому что ты очень красиво рассказываешь. Все эти игровые наборы, друзья, они про мумию. Посмотрите, и мумии здесь много где появляется. А все это происходит в пустыне. Там очень жарко. И в горячих песках проходит жесточайшая битва мумий против людей. И все воюют с разным орудием. Кто с чем может. Кто-то воюет при помощи волшебства. Кто-то при помощи зверей. Кто-то при помощи различных пушек. И все это, друзья, мы сегодня с вами увидим. Посмотрите, каких только орудий нету. И каких только мумий не бывает. И пушки есть. И даже есть верблюд. И все это представлено фирмой Imaginext. Ну что, друзья, начнем рассматривать игровые наборы. Итак, вот он первый. А называется Делатель мумий. Вот такая вот игрушка. Сейчас я ее распакую, и мы посмотрим, что же тут внутри. А также тут на обратной стороне показаны еще игровые наборы. Посмотрите, какие они большие. Ух ты, это целая крепость. А такая игрушка у нас уже есть. А вот такие нам еще предстоит увидеть. И также здесь показана великая бойня в пустыне. Посмотрите. Вот так вот они сражаются. Мумии и змеи против людей. Итак, наша первая распаковочка. Итак, все, вытащим из коробочки и рассмотрим поближе. Перед нами игровой набор, из которого мы сейчас будем делать мумию. И смотрите, друзья, вот такая вот штука была в этом игровом наборе. Это знак Скорпиона. Вот такая вот монетка. Вот за таких монеток и происходит, мне кажется, битва в пустыне. Итак, посмотрим, как же получается мумия. Это главный герой, который путешествует по пустыне. Посмотрите, какой у него большой рюкзак. В этом рюкзаке у него самые необходимые вещи, чтобы продержаться как можно дольше в пустыне. Снимем этот рюкзачок с шапочкой и посмотрим, как получится из этого мумия. Потом открываем вот этот вот саркофаг. Он так называется. Опа! И устанавливаем сюда нашу фигурку. Вот так вот человечек сюда вот. Опа! Встал на свое место. Отлично! Ну а теперь просто закрываем его. Вот так вот. Все прикрыли. Считаем до трех. Раз, два, три. Давайте откроем и посмотрим, получилась ли у нас мумия. Ух ты! Посмотрите, какая мумия получилась. Вот такая страшная мумия получается в этой штуке. Итак, показываю еще раз. Поставили человечека вот сюда. Он должен вот эту стоять на своем месте. Потом все это закрыли. Посчитали до трех. Раз, два, три. И снова открыли. И уже перед нами мумия. Сейчас я вам, друзья, покажу секрет. Вот эта штука снимается. Вот так вот с этого человечека. Смотрите. Потом открываем саркофаг. Ставим вот эту штуку вот сюда. Видите, тут специальные кнопочки. И у нас получается, что она никуда не упадет. Итак, ставим человечека. Теперь просто закрываем. И все. И сразу же открываем через три секунды. И у нас уже мумия. Это, друзья, наш первый игровой набор. Продолжим дальше. И следующий игровой набор, который называется ударная змея. Или змея, которая стреляет. Вот такая вот змея, друзья, сегодня покажет, как умеет стрелять. Итак, посмотрим, что здесь на обратной стороне. А на обратной стороне, смотрите, показано, как она выстреливает. Вот так же мы сегодня будем с вами играть. Ну, а сейчас я ее распакую и покажу вам все поближе, друзья. Перед нами ударная змея. И посмотрите, какой медальончик в этом наборе. Интересненький знак скорпиона. Посмотрите, он уже другого цвета. Там у нас был синенький, а тут фиолетовый. Интересная монетка. Смотрим дальше. А это у нас ударная змея. А ударная, потому что, посмотрите, какой кулак у этой змеи. Вот он, какой мощный. И вот этим кулаком эта змея ударяет. А кроме удара, смотрите, что еще умеет делать змея. Это будет вам очень интересно. Посмотрите, друзья, как шевелится змея. Она как настоящая. Видите, как разговаривает. О, ша, ша, ша. Прям как все по-настоящему. Как она открывает рот. Ух ты. Кого-то как будто хочет заглотить. Вот так вот она рычит перед своим ударом. Ха. Хочет испугать своего противника. Ну, сейчас посмотрим, как эта змея ударяет своим кулаком. Итак, поворачиваем. Повернули. Смотрите, вот специальная кнопочка. Нажимаем на нее. Вот так вот. И вот такой вот происходит удар. Итак, друзья, сейчас попробуем попасть вот в ту мишень. И нажать вот на эту кнопочку. Итак, прицелились. И огонь. Есть. Эта змея очень быстро передвигается. Посмотрите, потому что внизу вот такие вот колесики у нее. И она вот так вот очень быстро ездит. В любое место может добраться. Итак, друзья, у нас следующий игровой набор, который называется Гвардия Мумий. Вот такие вот мумии. Три штуки их в этом игровом наборе. И зеленый медальончик, на котором изображен Скорпион. Итак, вытащим все из коробочки и посмотрим поближе. Перед нами настоящая Гвардия. И какие они страшные, эти мумии. Посмотрите, зеленые. И змееголовый рыцарь еще тут. И самое главное, у них еще есть вот такая вот зеленая штучка. Посмотрите. Это знак Скорпиона. А мумии, смотрите, какие страшненькие, но очень веселые. Посмотрите, как он улыбается. Зелененькая мумия мне уж очень нравится. Вот такая вот эта фигурка. Это, наверное, мне кажется, змея-главарь. Потому что в руках, посмотрите, вот этот зеленый медальончик. Змея тоже, смотрите, какая веселая. И какие красные глаза у этой змеи. Сразу видно, что эта змея очень злая. Только у злых бывают такие красные глаза. А это, друзья, третий член гвардии. Это уже суровая мумия. Посмотрите, как он рычит. Вот такой. Это, наверное, самый злой. И самый сильный. Увидев такую боевую гвардию, все разбегутся. Вряд ли против них кто-то устоит. И последний игровой набор, который называется Змеиная королева и Верблюд. Красивая змеиная королева. А Верблюд какой интересный. Настоящая боевая машина. А на обратной стороне коробочки. Мы опять же видим великую бойню в пустыне. Игровые наборы. И еще посмотрите, как выстреливает этот боевой Верблюд. И Манжа Некст. Ну что, наша любимая распаковочка. Сейчас мы вытащим из коробочки все содержимое. И рассмотрим поближе королеву змей. Все перед нами. Пушка. Это снаряды, которыми выстреливает эта пушка. Верблюд. Вот он такой интересный. И конечно же, королева змей. Издалека понятно, что это королева змей. Посмотрите, у нее даже корона в виде змеи. И посмотрите, какие зубки у этой королевы. Настоящая змея. А еще у королевок вот такая вот штука. Вот такой вот посох, на котором медальончик зеленый с изображением скорпиона. Вот она. Теперь настоящая королева змей. Давайте рассмотрим верблюда. Вот такое вот это интересное животное. Тут специальное кресло, приготовленное для королевы. Вот какой большой хвост у этого верблюда. И вот, посмотрите, вот один горб торчит, а второго не видно. А второй там с этой стороны. Все под этим креслом. Очень мощный верблюд. Вон какая у него бородка. Сразу видно, что этот верблюд вводит королеву. Также у этого верблюда, чтобы защищаться, посмотрите, что есть. Вот такая вот пушка. Сейчас мы ее поставим вот сюда. Специально для этого места тут есть. Заряжаем вот таким вот снарядом эту пушку. Опа! Готово! Теперь сажаем наверх нашу королеву. Опа! И боевой верблюд готов к любой атаке. Посмотрите, как удобно там сидеть принцессе. И тут специальная штука еще есть, за которой можно держаться. Она тоже вроде змеи. Ну, теперь посмотрим, как этот верблюд умеет стрелять. Сейчас попробуем попасть в эту мишень. Итак, наш верблюд прибыл на место. Развернулся. Принцесса нашла цель. Вот так вот она сейчас, смотрите, регулирует свою пушку. И будет выстрел. Итак, нажимаем вот на эту кнопочку. И пушка у нас выстрелит. Вот так вот. Опа! Очень меткая принцесса. Точно в цель попала. Вот такой вот боевой это верблюд. А управляет всем этим принцесса-змеи. Ну что, друзья? Вот с такими героями мы сегодня познакомились. Надеюсь, они вам понравились. А у меня к вам один вопрос. Напишите, пожалуйста, в ваших комментариях, что обозначают вот эти вот значки. Синие, красные, зеленые. Что это такое? Что за медальончики? Очень интересно мне будет узнать. Ну что, друзья, понравились вам мои друзья-мумии? А если все понравилось, то пишите в комментариях. И скажите обязательно Потапу, чтобы он снял про нас классную мультяшку. Мы покажем классную бойню в пустыне. И это будет великое зрелище. Сами посмотрите, какие все-таки страшные мумии. Не только мумии страшные. Мы тоже змеи очень интересные. И вы посмотрите, как воюет наша гвардия. А если хотите познакомиться со мной, с принцессой-змей, то почаще смотрите Потапу. И вы тут очень много обо мне узнаете. Ребята, вы обязательно напишите в своих комментариях, чтобы Потап показал эту бойню в пустыне. Это вам надо, друзья, обязательно посмотреть. Ох, как там было жарко, друзья. Друзья, я вам советую обязательно написать Потапу. И он вам покажет эту бойню. Знаете, как там было классно? Мой кулак летал в разные стороны. И никто не смог от него укрыться. Это будет великолепная история. Один раз вы ее посмотрите. И потом будете смотреть постоянно. А сегодня мы с вами прощаемся. И ждем вас всех в Потапе. Тут очень интересно. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok